всем привет дорогие друзья сегодня я задумал такую интересную затею сидел дома ничего не делал было скучно и я подумал они прогуляться ли мне дело в том что совершенно скоро я отправляюсь в очень интересное путешествие где мне придется очень много ходить и я совершенно не знаю чего ожидать от себя от своих ног потому что я в жизни столько не ходил вот я решил сегодня прогуляться и немножко размяться проверить на прочно свою новую обувь и носки специальные для пеших прогулок кто не знает живу я на троещине это самая окраина киева на левом берегу и сейчас я решил пройтись на правый берег в самый центр на майдан на залежности тем более что сегодня у нас день флага и такая у меня цель прийти на майдан и купить там флаг украины в целом судя по карте моя прогулка займет 14 километров кстати я включил специально шагомер на телефоне и проверю насколько он адекватно отображает расстояние сейчас пол второго дня также посчитаем сколько времени займет эта прогулка в общем такие вот планы у меня ну и просто интересно прислушаться к организму и почувствовать что такое 14 километров потому что в моей поездке который вам расскажу немного позже мы будем ходить намного больше чем планирую прогуляться я сегодня только что стоял на пешеходном переходе ко мне подошла молодая девушка и попросила у меня денег спрашиваю на что говорит на проезд нету денег вообще обычно я не даю деньги таким попрошайкам но почему-то сейчас я решил дать а как вы относитесь к тому когда вас просят деньги так подходят на улице просят даете вы или нет напишите в комментариях мне всегда нравился этот участок тротуара посреди которого растет такое большое дерево в общем-то я уже прошел половину района приблизительно еще где-то столько же и я уже выйду на автостраду ну вот а здесь у нас такая большая православная церковь православный храм не помню его название что-то связано по моему со святым духом ну да что то такое или строится и церковь святой троицы ну как это вот так вот называется она я конечно мог бы сейчас подойти и посмотреть но вряд ли я буду подходить туда во двор в общем есть такая довольно таки красивая церковь у нас и я уже до нее дотопал чувствую что скоро мне понадобится водичка я с собой не брал думал куплю по дороге в общем я знаю где я смогу ее купить что уже хочется буквально минутная остановка все-таки купил водички холодную за без воды конечно по такому солнцу гулять я погода сегодня достаточно неплохая и тепло и в то же время есть прохладный вдувающий ветер поэтому могло бы быть еще хуже но тем не менее когда ты постоянно идешь разогревается тело очень сильно давайте посмотрим сколько я уже прошел судя по моему шагомеру судя по шагомеру уже пять километров прошел за полчаса неплохо но что-то мне кажется что эта цифра немножко преувеличена потому что получается уже треть маршрута прошел мы посмотрим смотрите какое объявление на столбе заметил ресторан pub владель кто знает тот поймет сегодня по улицам киева ездит множество машин с флагами украины с огромными флагами украины все-таки день флага не удивляйтесь хотя и не только в этот день можно увидеть множество машин с флагами украины сейчас на дорогах украины а это одна из немногих автоматических моек в киеве где автовладельцы могут помыть свою машину сами просив денежку в автомат кстати она пользуется спросом здесь у нас начинается такой парк он конечно не очень облагороженный скорее это просто пикник зона куда люди приходят загорать отдыхать жарить шашлыки много-много гектаров земли а тем временем я уже добрался до московского проспекта теперь абсолютно прямая дорога до правого берега вдоль оживленной трассы через мосты но из района я уже выбрался к сожалению пропустил начало такой большой колонны внедорожников с флагами украины хотя она еще и не заканчивается их довольно таки много и вот еще один вот я добрался до первого моста здесь очень шумно конечно же очень много машин перехожу речку тесенка ее древнее название чертури вот а теперь это просто десенка и после этого моста будет парк русский народов и дальше снова московский мост мы видим по речке катаются катерки люди отдыхают а пастостраде то и дело проносятся машины с флагами украины вот первый мост пройден теперь впереди большой московский мост но я его буду переходить уже с другой стороны приду по подземному переходу кстати сверху на мосту развивается большущий флаг украины его там раньше не было а теперь он есть как вы наверное знаете сейчас в украине есть такая мода красить мосты в цвета государственного флага украины но московский мост слишком большой видимо краски не хватило поэтому покрасили только эти места где крепятся ванты к самому мосту и опоры столбов но тем не менее и так неплохо выглядит вот он московский мост во всей красе конечно много экстремалов лазило по этим вантам туда наверх кстати всем известный мустанг вонтет он же гриша мой старый знакомый который сам меня приглашал частенько полазить по крышам домов и банк но я так и не решился ни разу полазить а теперь вот видите он стал всемирно известной звездой после того как раскрасил звезду на одной из московских многоэтажек в общем гриша привет тебе если смотришь это видео и респект вот он мой любимый днепр широкий как море отсюда уже видна финальная точка моего путешествия наконец-то видел правый берег майдан стела на майдане но туда еще топать и топать давайте посмотрим сколько я уже прошел судя по своему шагомеру 10 с половиной километров за час 10 минут видите цвета украинского флага красит в общем то все что под руку попадается любой столбик любой мост даже если это рекламный щит тем временем я уже перебрался на правый берег да я уже на правом берегу и сейчас иду к набережной днепра по которой дальше будет налегать моя дорога ну вот и подошел к воде в принципе можно идти сверху вдоль дороги но зачем если параллельно идет дорожка вдоль набережной возле воды где намного тише здесь есть такая небольшая гавань или как это называется заводь она конечно вся поросшая тиной и здесь какие-то кораблики стоят что-то вроде у них стоянки здесь идем дальше ну вот и на набережной отсюда неплохой вид на московский мост можно увидеть и весь масштаб конечно же это место любят рыбаки вдоль всего берега мы можем увидеть множество рыбаков с удочками не знаю как у них тут идет улов красивую картинку кто-то нарисовал такой себе остров киев ну а это старый железнодорожный мост однопутный уже неоднократно проходя по этой набережной я обращал внимание на вот эти вот бетонные сооружения я так понял не предназначены для каких-то парковок судов или для чего не знаю в общем сейчас есть возможность сюда залезть чем я хочу воспользоваться и побывать на этих бетонных островках во всяком случае на одном из них надеюсь здесь никто не живет возможно это используется как обычный общественный туалет как это собственно и бывает в принципе я бы мог сюда забраться но незачем вот если бы на самый верх на самый верх будет сложновато можно конечно встать на эту большую цепь зацепиться за ту маленькую и все-таки залезть но наверное в другой раз ничего интересного в общем здесь возвращаюсь на свою дорожку вот и подошел к строящемуся подольско-воскресенскому мосту конечно с такими темпами как его сейчас строит еще долго ему строится но тем не менее вот мы видим что все сегменты арки уже на своих местах правда между собой они еще не сварены но тем не менее такая очень глобальная часть работы уже проделана и сверху на самом верхнем сегменте мы снова видим флаг украины а под мостом как раз проезжает речной трамвайчик как видим некоторые маршруты пролегают даже здесь итак мы сейчас находимся под мостом под строящимся мостом здесь сверху будет ездить метро 6-полосная автострада конечно же множество людей побывали там полазили по всем этим недостроенным конструкциях наверное я единственный кто там еще не был возможно и не попаду туда но посмотрим а впереди меня ждет еще один мост гаванский мост или мост через гавань ну вот друзья мы на гаванском как видите здесь девушки бегают некоторые катаются на велосипедах один я совершаю такой пеший маршрут отсюда открываются просто отличные виды на правый берег я уже совсем близко к цели еще чуть-чуть я буду на почтовой площади останется немножко подняться и я буду на крещатике место откуда я пришел отсюда даже не видно абсолютно так что я вам даже не смогу показать как видите часть этого моста тоже покрасили в цвета флага Украины и даже сейчас происходит процесс покраски вот напротив меня смотрите смотрите какой агрегатище здесь припаркован у набережной называется сорне это какой-то я так понимаю кран или что это речной вот кабина управления сверху выглядит как какой-то космический корабль ну а я уже на подоле сейчас практически подхожу к почтовой площади ну это очень интересная церковь которая стоит прямо на воде кажется она называется Ильинская вот раньше можно было туда заходить к ней и вокруг проходиться и стоять там смотреть на воду но какое-то время назад они закрыли абсолютно проход туда и теперь туристы не могут туда попасть антиреспект православным которые вот такое вот учутили недавно на этой почтовой площади проводили такую масштабную реконструкцию появилась такая авторазвязка трехуровневая вот вы видите новая дорога и с этим немножко доработали набережную мы видим что здесь положили такую приятную красивую плитку красивые деревянные лавочки в общем довольно таки милое местечко если не считать вот эту автостраду справа шумную и вонючую вот так выглядит вся эта новая автомобильная развязка полное движение по ней открыли совсем недавно о чем свидетельствуют также вот эти вот флаги Украины здесь такой подземный туннель под почтовой площадью и собственно вот такие вот еще развязки кстати еще один флаг Украины найденный мной красивенько а я так понимаю что здесь пешеходная часть заканчивается перекрыта в связи с ремонтными работами наверное пройти можно вот здесь вот собственно под землей видите в каком подвешенном состоянии оказался речной вокзал раньше в эту дверь можно было зайти с площади а теперь а теперь нельзя пока еще не достроена площадь ну и здесь аналогичная ситуация ну а вот причалила киевская ласточка кстати на ней я уже плавал однажды когда приезжали друзья из Питера если вы не видели это видео можете посмотреть ткнув пальчиком в ссылочку которую сейчас видите я немножко зашел дальше чем мне нужно для того чтобы показать вам какие у нас здесь есть аттракционы но это друзья тролли знаменитые киевские тролли как по мне абсолютно не страшная штука несмотря на то что это самый длинный самый высокий тролли из всех виденных мною но все-таки это качелька и ты просто висишь себе в кресельке и летишь над днепром в общем то веселый аттракцион но не более уверен что мне там было абсолютно не страшно а здесь на пешеходном мосту есть такое развлечение как роуп джампинг вот вы видите такую веревочку вот кстати полетела еще тройка на тролли так вот хотела вам показать как кто-то будет прыгать но судя по всему желающих сейчас у них очень мало очереди нет тем не менее я думаю что даже этот невысокий роуп джампинг и то повеселее чем вот этот тролли длинный и высокий а все-таки свободное падение это круто здесь конечно очень невысоко но приблизительно 15 метров наверное до воды поэтому сильно то и не успеешь испугаться другое дело когда я прыгал со 100 метров высоты вот это было весело если вы не видели ролик как я прыгал со 100 метровой скалы то посмотрите обязательно перейдите по ссылку которую сейчас вы видите ну а на левом берегу мы видим тоже огромнейший флаг Украины так ладно я немножко возвращаюсь сейчас я перейду дорогу и мне останется подняться по одной большой лестнице и я уже окажусь в самом центре так что я практически пришел как вы думаете насколько пугливый этот голубь или же он бесстрашный давайте проверим ну он держался молодцом некоторые и так близко себя не подпускают ух ты когда я был последний раз возле этого перехода здесь не было таких красивых не знаю что это статуи Иоанна Притечья Крестителя вы посмотрите этот переход просто навели такой порядок нарисовали рисунки на стенах красивые фонари повесили и вот с этой стороны мы видим святой князь Владимир Великий здорово ну а здесь видите такие рисунки на стенах Печерский монастырь в общем монастыри церкви древний Киев и даже такую плиточку уложили в переходе красота раньше здесь был общественный туалет ну и вот такой еще памятник магдебургскому праву 1802 год между прочим вот об этой лестнице я вам и говорил кстати долгое время эта лестница тоже была в таком аварийном состоянии здесь никто не ходил но недавно ее от представлеровали полностью навели порядок теперь здесь очень красиво и по европейски ну вот друзья я и прибыл на европейскую площадь в общем то все оказалось не так сложно как могло бы показаться флагов здесь конечно немерено вот даже в самом центре европейской площади мы видим флаги евросоюза и украины осталось найти флаг и купить его собственно для этого я сюда и пришел смотрите друзья какие красивые сумки с вышиванками сейчас тоже модно очень в Украине я бы просто был бы счастлив если бы мне кто-нибудь подарил такую сумку потому что купить я конечно себе не смогу но наверное очень очень дорогая элитная сумка вышиванка ну и вот я непосредственно в самом-самом центре столицы под стеллой независимости где тоже такие разложенные огромные флаги Украины и в общем то они здесь повсюду повсюду слава Украине героям слава большущие баннеры на доме профсоюзов кто еще не знает то Майдан уже абсолютно чистый здесь убрали все палатки все баррикады здесь поремонтировали асфальт и вот сейчас даже какие-то идут уборки протирают просто плитку итак друзья давайте подведем итоги моей прогулочки я еще флаг не нашел но пока я буду топтаться чтобы не сбить собственно саму статистику итак моя программа показывает что я прошел 4,2 км в принципе это похоже на правду то есть не 4 а 14,2 потому что по карте было 14 но еще с учетом того что я там отклонялся от маршрута вполне возможно натоптал 14,26 средняя скорость 5,7 км в час сжег 838 калорий и на все это у меня ушло 2,5 часа в принципе конечно можно было бы и быстрее пройти но около 2 часов я думаю ну а что касается моей обуви то она оказалась вполне удобной единственная правда я все-таки чувствую небольшую натертость вот на левом кроссовке вот где-то здесь правый абсолютно никакого дискомфорта все как влитая нога а в левом почему-то есть какая-то небольшая натертость кстати кто знает как можно пофиксить один кроссовок чтобы он не натирал подскажите пожалуйста в комментариях потому что в принципе все хорошо но может быть просто нужно было завязывать чуть-чуть сильнее хотя вроде бы я затянул максимально ну а так конечно делать какие-то выводы я думаю выносливости рановато потому что тот путешествие которое мы отправимся скоро о котором я вам еще не говорил мы будем все-таки проходить больше километров это раз во-вторых мы будем с рюкзаками на плечах и это намного усложняет задачу ну и также это будет не городская местность а всякая дорога будет попадаться подъемы и спуски так что будет сложно с другой стороны я сейчас сошел практически без остановок и без передышек а там у нас будут передышки ну и все-таки один раз прогуляться это вам не идти 12 дней подряд все-таки с каждым днем усталость будет накапливаться и будет очень-очень сложно так что готовлюсь готовлюсь физически и морально ну ладно пошел я искать флажок ну это пожалуй самый большой флаг Украины который я нашел за сегодня высотой в центральный универмаг я не на субтитры подогнал «Симон» я вам сообщаю